Здравия желаю, с вами Коммандор Велл в гайде-видосе по типичной ошибке в игре War Robots, где у вас уже на втором плане демонстрируется та самая нарезка, которая отражает эту типичную ошибку. И потом мне придется ее сменить на другую, из-за малого объема самой ошибки и доступных мне видеоматериалов. Это я вас предупреждаю заранее. Теперь касательно типичной ошибки, в чем она заключается. Хотя на самом деле вы в принципе почему-то не думаете об этом факторе. Так вот, прикол в том, что количество боевых единиц у каждой из сторон, впрочем как и игроков, строго ограничен. Следовательно, одна из лучших стратегий это истощать вражеский ресурс, используя доктрину грамотной обороны или разумного распределения сил. То есть тактика или стратегия. Причем это общедоступные данные, которые активно применяются в реальном мире, даже сейчас. Поэтому понимание этого вопроса очень важное. В чем проблема была здесь? Три человека гонялись за вражеским Скайросом. Изначально их было два. Что в принципе допустимое значение, хотя по сути в этой игре должно быть примерно так. Что за одним Скайросом или допустим Локи, ну и в общем за любой вражеской единицей, гоняется только один такой же человек. Чтобы был баланс в плане огневой мощи. Но так как в гонке за маяками сами маяки очень ценные, и можно подловить или развести врага на боезапас, или как-нибудь иначе схитрить, короче говоря, его победить, то в принципе бегать за вражеской единицей могут и два человека, дабы предотвратить вражеское продвижение. Потому что, как и случилось в представленной вам нарезке, союзный Марс, к сожалению, не справился со своей задачей. И если бы я не пришел к нему на помощь, вовремя это дело заметив, то, скорее всего, враг бы мог захватить тыловые точки. И, возможно, даже за счет этого выиграть игру. Хотя тут навряд ли, потому что немалую роль в игре играет разница в прокачке. И конкретно в том бою у меня команда была в этом плане сильнее. Но вообще такое, конечно же, может быть. Поэтому нужно грамотно распределять силы. И, скажем так, продвигаться более медленнее и разумнее. Если вы, конечно же, настроены именно на красивую игру. А не на быстрый фарм ресурсов. Потому что, если вы пришли фармить, то тут, скорее, нужно как можно быстрее слить ангар, набивая урон. Поэтому, в том числе, нужно понимать, что вы хотите от игры. Но все же про количество игроков. Проблема в чем? Что если, как и получилось, за одним противником гоняются три игрока, то, значит, в других местах у противника может быть преимущество до пяти игроков против трех на ваших союзников. За счет чего, даже если у вас техническое преимущество в огневой мощи, вы все равно можете проиграть по банальной тактике. Не один раз бывали случаи, когда за одним Локи гонялась реально вся команда. Непонятно только зачем. Потому что в нее сзади настреливали враги, и те идиоты реально потеряли всех роботов, гоняясь за одним Локи. Где я пытался удержать ключевую позицию. Но меня в итоге задавили банальным числом. Потому что, видишь ли, весело гоняться за Локи. И вот это маразм. Поэтому вам нужно не тупить, и если, допустим, ни у кого нет радара, что тоже, по сути, идиотизм, тогда просто один чел бегает за Локи и не дает ему захватывать маяки. В том числе просто стоя на маяке. Пока кто-нибудь ему в итоге не поможет. Или пока у кого-то не истощится ресурс быстрее. И таким образом, кто-то будет в более очевидном положении проигрыша. А не то, что серьезно бывает, жаль нет соответствующей нарезки, где пару титанов и пару роботов стоят на маяке, сдерживая одного сраного Локи. Пока я кровь из носа удерживаю позицию. Нет, такого не должно быть. Тем более, титан должен в принципе, в первую очередь, гоняться за титанами. И вообще, существует понятие «приоритетная цель», «роль в команде», что вы вообще должны делать, исходя из общего принципа. Но, в общем, да, это уже все-таки другой гайд. Впрочем, как и много чего еще. Теперь касательно другой типичной ошибки в плане контроля территории. И вообще, как нужно действовать. Я уже продемонстрировал вам другой интересный геймплей. Жаль, я не могу заранее подгадать четко моменты и составить так сценарий, чтобы все четко подошло по кадрам. Поэтому важные акценты я буду вам давать через топ-кадры, повторяя некоторые из них. Но если вы внимательно смотрели, то могли заметить ошибки моей команды, которые пришлось исправлять мне. И вы уже могли увидеть большую часть игры. Возможно, которую нужно еще раз пересмотреть, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Но в чем заключалась ошибка команды? Они почему-то резко все побежали в город на точку С, из-за чего у них забрали важное направление, которое, кстати, легко удерживать с точками А и Б. Это начало происходит примерно в 7.40 до конца матча. Затем где-то в 7.15 до конца матча мы реально уже могли остаться без всех точек, где я пошел на фланг, понимая, что моя команда состоит из идиотов. И, наверное, именно я своими грамотными действиями затащил в итоге игру, подрезав все точки, кроме С, которую эти остолупы взяли еще не очень скоро. Да и, в принципе, правильно играть в гонки за маяками, ну и в режиме превосходства, это контролировать территорию. Желательно три точки, организуя линию или фронт, постоянно наблюдая, чтобы противник его не пересекал. И при этом друг друга прикрывая, организуя условное плотное строение, где вы можете друг друга поддерживать, где противник при пересечении вашей контрольной территории мог получить гораздо больше стволов на одного человека, за счет чего вы победите тактическим преимуществом. И повторю на всякий случай еще раз. Если происходит нарушение границ, и кто-то там по какой-то причине заходит в тыл, то тогда на устранение проблемы идет один, максимум два человека. А вот остальные продолжают выполнять свои боевые задачи. В противном случае, даже если фронт не упадет, то все равно ваша команда, скорее всего, серьезно истощит ресурс. Причем, если пытаются зарезать кемпера, то, условно говоря, это его проблемы, и он должен сам с ней справиться. Раз он играет роль поддержки, то извини, но контролируй территорию, раз ты меньше всего подвержен риску. И твой ресурс истощается меньше. Причем, что бы я у вас хотел спросить? Я надеюсь, я понятно объясняю и делаю более-менее, ну или подбираю из того, что есть, подходящую нарезку. Как вы считаете? Потому что теоретически можно сделать более интерактивную нарезку. Но для этого придется найти кучу статистов, которые помогут ее оформить, чтобы я мог им отдавать команды, а они двигались куда нужно. Таким образом, через функцию высадки может получиться крайне наглядный материал. Но так как просмотров маловато, то ради всего лишь одной тысячи просмотров, в лучшем случае, я не хочу напрягаться и тем более напрягать людей. Потому что это очень затратно, и тем более мне придется организовать жесткий сценарий и побыть режиссером. Примерно как-то так. В общем, не забудь поставить лайк, ну и остальное вы вроде бы уже давно должны знать.